Мы живем во времена, когда новая этика не только формирует какие-то общественно-социальные процессы, но также имеет огромное влияние на культуру. Например, представители новой этики имеют претензии к женщинам, которые являются героинями для моего поколения и также для многих других поколений. Позарились они на самое святое, и речь сегодня пойдет о них. Принцессы Диснея. В этом видео пройдемся по всем принцессам Диснея, и я вам расскажу, чем же они не угодили представителям новой этики, и действительно ли они настолько опасны для наших детей. Начинаем! Давайте пойдем в хронологическом порядке и начнем с трех самых старых и самых таких классических принцессах Диснея. Относятся они к эпохе 1930-50-х годов, и говорю я сейчас о Белоснежке, Золушке и Авроре, то есть спящей красавице. Перейду сразу к претензиям, которые имеются по отношению к этим принцессам. Они все подчиняются и не желают справляться с жизненными трудностями. Все, чего они хотят, это быть с мужчинами их мечты. Причем мужчинами их мечты являются принцы, которых они вообще раньше никогда не видели и знать не знали. Конкретно наши современницы осуждают Белоснежку за то, что она является классическим примером жертвы. Вместо того, чтобы разруливать конфликт со злой мачехой и защищать свои личные границы, она просто убегает от нее. Более того, она показывает детям неправильный пример, поскольку берет яблоко у незнакомки, которая, собственно, оказывается отравлена. Также Белоснежку осуждают за то, что, несмотря на то, что она является дочерью короля, придя в домик к семи гномам, первым делом она там начинает убираться. Это говорит о том, что у женщины, несмотря на ее статус, главной задачей все-таки является работа в домашнем быту. Золушку, которой тоже не повезло с мачехой, осуждают за то, что она ничего не пыталась с этим сделать. Она живет в доме, который вроде как принадлежит ей, но при этом выполняет там роль служанки и смиренно принимает эту роль и не пытается с ней бороться. Является примером классической жертвы абьюза. И по мнению современных феминисток, вместо того, чтобы надеяться на крестную фею и спасение в виде замужества с принцем, она вообще-то должна была уже давно обратиться к юристам, поскольку все права на этот дом у нее были такие же, как и у ее сводных сестер. Ну и третья принцесса Аврора, спящая красавица. В принципе, весь мультик не делает практически ничего, кроме того, что спит. Ей крестные в начале мультика приносят ей подарки в виде красоты и умения петь. И основная претензия является в том, что вроде как Дисней пытается показать, что это главные качества, которыми должна обладать женщина. Ну и если идти уж совсем глубоко, то современники осуждают как белоснежку, так и спящую красавицу за то, что принцы в этих мультиках позволяют себе поцеловать незнакомую им до этого девушку, когда они находятся во сне и никак не могут ответить взаимностью. И то есть, по сути, этот поцелуй является насильственным. И в 1960 году как раз-таки стартует вторая волна феминизма. И Дисней на самом деле своевременно реагирует на эту новую социальную повестку и понимает, что снимать еще один мультик о принцессе будет уже не в тему. Следующая по счету принцесса Диснея появляется аж через 30 лет после спящей красавицы. Дисней действительно долго готовился к созданию образа новой принцессы. И на мой взгляд, ему это удалось. В 1989 году на экраны вырывается красноволосая сорвиголова Ариэль. Ариэль является настоящей бунтаркой. Она не боится идти против системы и даже против своей семьи. И хочет жить лучше, чем ей дано по праву рождения. Коррекционирует запрещенные предметы, спорит с отцом. В общем, по полной отстаивает свои интересы и права. И казалось бы, этот мультик был как раз-таки олицетворением той самой второй волны феминизма. Но современным феминисткам и другим представителям новой этики не угодил и он. Во-первых, они активно обвиняют Ариэль в том, что она отдала свой голос ради того, чтобы быть с каким-то мужиком. Хотя на самом деле, если мы вспомним содержание мультфильма, Ариэль с самого начала, еще задолго до знакомства с этим принцем, мечтала о жизни на земле. Для этого ей нужны были ноги в первую очередь. И поэтому она пошла на такую сделку со злодейкой Урсулой и обменяла свой голос на ноги. Тоже, конечно, странная сделка получилась. Но изначальным мотивом являлась возможность жить на земле, а не возможность встречаться с тем самым принцем. Претензии в данном случае имеются не только к Ариэль, но и к ее отцу Тритону, который является примером плохого обращения с дочерью, неуважением ее интереса. Он разрушает коллекцию предметов, которые ей были так дороги. Более того, мультик Русалочка был признан еще и расистским. Потому что тот самый милейший краб Себастин, который поет с ямайским акцентом, то есть он типа ямаец. В этом узрели намек на то, что ямайцы являются такими ленивцами по сравнению с прогрессивными белокожими. И мультик был признан расистским. Тут, кстати, интересный факт, что та самая песня краба Себастина, которую он поет в ямайском стиле, удостоилась в 1989 году премии Оскар за лучший саундтрек к фильму. В общем, в те годы никто еще не сообразил, что тут вообще-то есть на что обижаться. Ну и продолжает парад гордых, своенравых, активных принцесс. Моя лично самая любимая принцесса Диснея. Напишите, кстати, какую принцессу Диснею вы любите больше всего. Я лично говорю о принцессе, хотя фактически она не является принцессой Белль из мультфильма «Красавица и чудовище». Помимо того, что Белль, так же как и Ариэль, идет против системы и очень отличается от своих сверстниц, потому что она типа умная, ходит в библиотеку, постоянно читает много книг и не соглашается на то, чтобы выйти замуж за типа главного красавца на селе Гастона. Помимо всего этого Белль является первой диснеевской принцессой, которая влюбляется не в белозумого красавца с очеными скулами, а в душу и доброе сердце чудовища. И в общем, лично мне казалось, что этот мультик как раз-таки пропагандирует более чем правильные ценности, но как оказалось у представителей новой эдики совершенно другой взгляд на роман между Белль и чудовищем, они ругают этот мультик за то, что, во-первых, чудовище является самым настоящим абьюзером, и вот этот роман между им и Беллью является классическим примером стокгольмского синдрома. Более того, опасен этот мультик тем, что он заставляет девочек поверить в то, что мужчину можно перевоспитать и изменить, если дать ему свою любовь. И вроде как провоцирует на то, чтобы давать абьюзерам какой-то шанс. В 90-е годы Дисней пытается уже угодить не только феминисткам, но и борцам с расизмом, и на экран выходит мультик, где принцесса впервые имеет неевропейскую внешность, и говорю я о своем любимом диснеевском мультике, и это мультик «Аладдин». Даже Смин стала первой принцессой не с европейской внешностью. И также она продолжает тот тренд на своенравность, на борьбу с системой, потому что не соглашается с какими-то традиционными взглядами, что она должна выходить за мужчину, у которого выбирает для нее ее отец. И парадокс заключается в том, что первый диснеевский мультик, который как бы хотел поддержать борьбу с расизмом, и показать наконец-таки нам не белокожую принцессу, на данный момент признается расистским. Конкретно говорят, что отрицательные персонажи имеют более темный цвет кожи, и говорят с ближневосточным акцентом, в то время как положительные персонажи, говорят без акцента, имеют более светлый тон кожи. А также не угодила всем принцесса Жасмин, которая, несмотря на, скорее всего, принадлежность к мусульманской культуре, потому что речь все-таки идет об арабской стране. В общем, несмотря на это, ходит она весь в мультфильм достаточно в откровенном наряде, и Диснея осуждается в эротизации представителей южных народов. Жасмин породила начало интернациональной эры у Диснея. На ее смену приходят Покахонта, Мулан, а также принцесса Тиана из мультфильма «Принцесса и лягушка», которая стала первой темнокожей принцессой в истории Диснея. Эти принцессы уже не просто на словах идут против системы, а конкретно Мулан вообще спасает весь Китай, Тиана открывает свой бизнес и не надеется на помощь в лице мужчины. В общем, у всех этих принцесс отношение является делом второстепенным, а в приоритете оказываются их мечты. В 2010 году на экран выходит новая интерпретация сказки о принцессе Рапунцель, и, казалось бы, там уже Рапунцель, ну, прям всем критериям удовлетворяет. Она не сразу влюбляется в принца и вообще при встрече огревает его сковородкой, и также доказывает всем, что она сама способна справиться с трудностями. Ну и в этом мультике нашли к чему придраться, потому что, несмотря вроде как на своенравность Рапунцель в отношении принца, отмечается то, что она является абсолютной жертвой в отношениях со своей мамой-абьюзером, и, собственно, весь мультфильм, она пытается что-то доказать своей жестокой маме. И это вроде как пропагандирует идею того, что мы должны доказывать что-то своим родителям, вопреки своим истинным мечтам. Ну и в 2013 году Дисней выпускает просто оду феминизма, мультфильм «Холодное сердце», который стал просто гиперпопулярным, и главной героиней принцессы Эльзи является не просто принцессой с дурным характером, а у нее вообще тревожное расстройство, депрессия, и мужчины ее никак не интересуют. Тем не менее, любовная история в этом мультфильме присутствует между сестрой Эльзы Анной и принцем Хансом. И как раз-таки к последнему тоже высказывается претензия, что он является просто классическим семейным абьюзером, и все закрывают глаза на то, что вообще эта принцесса Анна в итоге от него отказывается, но нет, вроде как этот мультик пропагандирует семейный абьюз. И Дисней действительно пытается подстраиваться под все социальные тренды. Он уже и феминизму свою оду спел, и борцам против расизма тоже пытался угодить. Но в 2016 году на экран выходит фильм Моана, я, кстати, тоже очень люблю этот мультик, и это был такой подарок представительницам движения «Боди Позитив», потому что принцесса Моана действительно первая диснеевская принцесса, которая не обладает осиной талией, а имеет такую классическую среднестатистическую женскую фигуру. Более того, это первый диснеевский мультик, в котором вообще нет никакой любовной истории. Но даже тут нашли к чему придраться и обвиняют этот мультфильм в том, что, в общем, вот этот громила Мауи, который на самом деле в итоге является положительным персонажем, то, что его шутки вроде как оскорбительные и бьют по самооценке Моане, и Моана при этом с ними мирится, потому что считает, что само ей не вернуть безопасность своему острову, и поэтому этот Мауи ей нужен. И, в общем, все это тоже как бы поощряет то, что мужчины могут откидывать всякие шуточки в сторону женщин. Я решила обратиться к психологам и узнать, что же они думают касательно вот этих претензий к диснеевским мультфильмам, и нашла информацию, которая, в принципе, соответствовала моим ожиданиям, то, что в возрасте 3-4 лет, а это примерно тот возраст, когда дети начинают смотреть такие длинные мультфильмы или фильмы, ребенок, в принципе, ничего не анализирует. Более того, такие мультфильмы, которые показывают какой-то фантазийный мир с принцессами, драконами и так далее, который прям кардинально отличается от нашей жизни, наоборот, благоприятно влияют на развитие правого полушария мозга ребенка, который отвечает за наш творческий потенциал, за нашу фантазию. И ребенок в первую очередь смотрит просто на каких-то классных, необычных персонажей, а уж точно не анализирует отношения между ними. В возрасте 6-7 лет дети впервые начинают проводить какой-то анализ, но это они как бы оценивают мультфильмы, которые они смотрят под влиянием того, какое у них окружение и вообще в каком обществе они живут. То есть не мультфильмы формируют их, а их формируют в первую очередь ближайшее окружение, семья, их сверстники, школы и так далее. И уже под этой призмой они оценивают мультфильмы. Ну, в общем, у детей развивается критическое мышление. Более того, в Америке действительно проводились исследования непосредственно относительно диснеевских мультиков. Профессор Сара Койн переживала из-за того, что ее пятилетняя дочка очень интересуется диснеевскими принцессами и просит маму скупать ей всю продукцию, которая вообще есть с принцессами Диснея. И мама переживала, что правда, дочка сейчас и по характеру станет, как те самые принцессы и будет ничего не делать, а постараться быть красивой и ждать, когда придет тот самый принц на белом коне и спасет ее. И эта профессор провела исследование среди 5-6-летних детей, которые увлекаются диснеем. И эти исследования действительно показали, что эти девочки имеют в себе признаки того, что они этих принцесс считают своими какими-то ролевыми моделями, хотят быть на них похожими. Но повторив те же исследования через 5-6 лет у тех же девочек, профессор отметила, что в возрасте 10-12 лет эти девочки имели уже совершенно иные взгляды на жизнь, очень прогрессивные, с упором на саморазвитие и не сомневалась, что сможет составить конкуренцию мужчинам в реальной жизни. И как мы могли заметить, по вот этой эволюции принцесс, Дисней постоянно пытается учитывать все социально-общественные процессы и тренды, которые мы можем наблюдать. Он не пытается с ними бороться, не пытается идти вопреки. И то, что отражено в диснеевских мультиках, отражает этап развития общества на тот момент. Поэтому сейчас, из 2022 года, конечно, какие-то моменты нам кажутся абсурдными. Но правда ли это является поводом, чтобы не показывать эти классные мультики нашим детям? Я лично с этим не согласна. Я считаю, что это какое-то перекладывание ответственности на Дисней за воспитание наших детей. И, условно говоря, если папа бьет маму или показывает другое неуважительное отношение по сравнению к своей жене, если мама является какой-то безинициативной и ничем не занимается, то это, в первую очередь, формирует то, какой будет расти девочка, а совсем не то, какие мультики она посмотрит. Наоборот, это классно. То, что мы можем посмотреть, как вообще развиваются произведения культуры и искусства. И в том числе, благодаря ним у нас и у наших детей есть возможность узнать о том, как это было раньше. Поэтому я призываю все-таки не покушаться на классику, а заботиться о том, чтобы родители сами подавали своим детям хороший пример и не лишали их того удовольствия, которое лично я получала в детстве, смотря все мультики, о которых мы сегодня говорили. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока!